Финальный аккорд в предвыборной кампании Украины. Избирательные участки откроются уже в воскресенье. Завтра в стране день тишины. Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Закарпатская области. Ситуация во многих регионах, мягко сказать, напряженная. Она близка к критической. На усиленный режим перешли подразделения МВД. Ольга Князева следила за тем, как именно кандидаты готовились к выборам и почему наблюдатели уже называют эту кампанию рекордсменкой по грязным технологиям. Последний день активной предвыборной агитации на Украине. Спасибо. Уже завтра палатки уберут, плакаты снимут. Начнется день тишины. Затишье перед бурей, говорят политологи. И утверждают, скандалов и провокаций на этих выборах избежать не удастся. Впрочем, скандалили и дрались всю предвыборную кампанию. В Мариуполе почти каждое заседание городской избирательной комиссии проходило под надзором милиции. Представители нескольких партий объединились против кандидатов от оппозиционного блока. При поддержке людей в балаклавах блокировали печать бюллетеней, обвиняя оппозиционеров в фальсификации. Досталось и отдельным кандидатам от оппозиции. Были недопуски к выборам, как это случилось в Харькове с бывшим губернатором области Михаилом Добкиным, и удары по голове. Испытал на себе кандидат в мэры Мариуполя Сергей Магера. Агитационная палатка в Одессе, точнее то, что от нее осталось, подожгли неизвестные. Пока брезент горел, те же неизвестные били кандидатов депутаты Одесского горсовета. И снова это представитель партии оппозиционный блок. Едва ли совпадение во всех случаях выпады в сторону оппонентов действующей власти. Серьезное давление Киева на бывших регионалов политологи прослеживают и в отмене выборов. В некоторых населенных пунктах, близких к неподконтрольным территориям, где, как известно, у оппозиции также высокие рейтинги. В Украине поменялся тренд. Если год назад, когда были выборы парламента и выборы президента, была определенная довольно высокая, ура-патриотическая, до истеричности, поддержка действий властей в таком алармистском ключе, то сегодня этого уже в помине нет. Снова в тренде оппозиционные настроения. Переселенцы на этих выборах проголосовать не смогут. У депутатов Верховной Рады было время прописать в законе возможность голосовать тем, кто был вынужден оставить свои дома. Но в итоге почти 2 миллиона человек без права голоса. При этом, согласно соцопросам, большинство переселенцев с юго-востока страны поддерживают именно оппозицию. Аппозиционный блок говорит о мире, о том, что нужно развивать отношения со всеми странами мира, что Украина не должна закрываться. Все эти вещи вступают в противоречие с тем, что на протяжении полтора года рассказывали украинцам. И потому у многих представителей действующей власти действительно восторжевало такое единомыслие, что все, кто говорит по-другому, это значит враги. Мнение сегодня и правда лучше держать при себе, уверен журналист одного из киевских телеканалов. Околополитические темы теперь для него табу. Неделю назад неосторожно высказался. В тот же день был уволен. Я говорил, что этой войны можно было избежать, что можно было избежать огромного количества погибших, что это искусственно все. Такие истории с трудом ассоциируются с лозунгами о европейских ценностях и справедливости на счетах с предвыборной рекламой по всей стране. К тому же все эти громкие обещания никак не связаны с возможностями и полномочиями местных властей. Ремонт дорог, строительство школ и детских садов. Вот чем по закону должны заниматься мэры и депутаты городских советов. Меня тошнит от всего, что в этой стране происходит. У нас дом заваливается. Три года мы ведем переписку со всеми теми, кто сейчас идет в избиратели. Зловодневные проблемы жителей городов и поселков, для решения которых на Украине и должна быть проведена важнейшая реформа децентрализации. Претендентов на региональные кресла, кажется, пока интересуют меньше, чем скандалы и популизм. За время предвыборной кампании в стране построено несколько десятков детских площадок. И заведено 39 уголовных дел о нарушениях и фальсификациях. Ольга Князева, Наталья Литовка, Первый канал, Киев.